Итак, как вы относитесь к общественным туалетам? С ужасом? Я так и думал. Но задавались ли вы вопросом, почему дверцы в кабинках почти никогда не достают до пола? Оказывается, для этого существует не одна, а сразу несколько веских причин. Некоторые из них очевидны, а вот другие оказались неожиданностью. Готовы услышать объяснение? Вперед! Если человек теряет сознание или ему внезапно становится плохо в полностью закрытой кабинке, может пройти не один час, прежде чем это заметят. Вы и сами знаете, что бывают такие ситуации, где каждая минута на счету. И наоборот, если между полом и дверцей кабинки есть зазор, другие посетители сразу же обратят внимание на потерявшего сознание человека. Более того, в таком случае не нужно будет выламывать дверь, потому что медицинский работник сможет проскользнуть через зазор и открыть ее изнутри. Пространство под дверцей помогает посетителям увидеть, что внутри кто-то есть и не позволит им ломиться к незнакомцу. Вы в курсе, как это работает? Видите в кабинке чьи-то ноги? Ищите свободную кабинку или ждете своей очереди? Кроме того, дверцы в общественных туалетах, которые не доходят до пола, предотвращают ненужные очереди. Люди могут подсчитать, сколько времени понадобится на ожидании освободившейся кабинки и решить, готовы ли они ждать, или лучше поискать другой общественный туалет. Полностью закрытые кабинки, скорее всего, обеспечат вам незабываемый опыт, потому что от запаха внутри избавиться будет непросто. В открытых же кабинках вентиляция лучше, что в общественных туалетах просто необходимо. Благодаря циркуляции воздуха неприятные запахи рассеиваются быстрее. Но все равно слишком медленно, как по мне. Чуть более очевидная и, пожалуй, одна из самых распространенных причин заключается в том, что не до конца закрытые кабинки дешевле. Во-первых, понадобится меньше материала для производства двери. Значит, что создание, покупка и установка такой дверцы обойдется дешевле. Это один из самых важных моментов для владельцев бизнеса. Вдобавок ко всему, кабинки с зазором намного проще установить. Они не зависят от высоты потолка или ровности пола. Но если вы решите заказать кабинки от пола до потолка, это потребует намного больше усилий. Например, подгона по размеру и точной обрезки. Для многих бизнесменов все эти проблемы не имеют никакого финансового смысла. Зазор под кабинкой отбивает мысли о любых неблаговидных поступках. По законам психологии, чем менее защищенным и закрытым человек себя чувствует, тем ниже вероятность того, что он сделает что-то вредное и рискованное. Когда дверь кабинки достигает пола, человеку кажется, он один. Поэтому он с большей вероятностью нарисует граффити или еще как-нибудь испортит внутренний облик кабинки. А еще с помощью зазора посетители могут быстро заметить нарушителя и вовремя его остановить. Если замок заклинило, выбраться из закрытой кабинки самостоятельно практически нереально. Вы застрянете внутри и вам придется звать кого-то на помощь. И наоборот, если у кабинки под дверцей есть зазор, в экстренном случае вы легко сможете проползти под ней и выбраться наружу. Представьте себе неприятную ситуацию, когда вы закончили все свои дела и неожиданно обнаружили, что в кабинке нет туалетной бумаги. К сожалению, кабинка полностью закрыта, так что никто вас не спасет. Но если вам повезло попасть в такую передрягу в кабинке с короткими дверцами, вы можете проглотить смущение и попросить соседа передать туалетную бумагу. Вы когда-нибудь попадали в подобные ситуации в общественных туалетах? Расскажите об этом в комментариях. Полностью закрытые кабинки дарят посетителям чувство уединения. Они заглушают звуки переполненной уборной, в результате чего людям кажется, что снаружи их никто не ждет. Они сильнее расслабляются и проводят больше времени за делами. Но когда кабинка закрыта не до конца, посетители чувствуют, что нужно быть быстрее и ускоряются, тем самым уменьшая очереди в туалет. Последняя и, наверное, самая очевидная причина в том, что зазоры позволяют ускорить уборку. Уборщица может просто провести швабры под дверцами, а не тратить время на то, чтобы открыть и закрыть каждую кабинку. Можете представить, как сильно это экономит время, если уборная большая. То же самое касается и генеральной уборки. При наличии зазоров, между которыми может протекать вода, очистка помещений становится более быстрой и эффективной. Вы можете запомнить эту информацию для вечеринки, когда вокруг вас окажется куча неприятных людей, которые не дают вам вставить и слова. Просто вклиньтесь в разговор с одним из этих фактов и смотрите, как быстро все от вас убегут. Я же говорил, что это полезно. Ладно, ладно, я понял. Но мне любопытен еще один вопрос. Почему входные двери в большинство уборных открываются внутрь? Когда вы заходите, вам приходится толкать дверь, а когда выходите, тянуть. Но разве не логичнее было бы сделать наоборот? Так вам бы не пришлось касаться дверной ручки чисто вымытыми руками. Просто толкните ее плечом и вы свободны. Но нет. Даже несмотря на то, что так бывает не во всех общественных уборных, чтобы выйти из большинства из них, вам придется коснуться дверной ручки. Для чего это делается? Ну, во-первых, это не дает двери заблокировать коридор. Представьте, что внутри помещения полно народа. Если бы дверь нужно было толкать, чтобы выйти, она занимала бы еще больше места и заставляла бы людей в коридоре постоянно ждать, пока кто-то выйдет. А еще рядом с большинством общественных туалетов расположены шкафчики, питьевые фонтанчики и другие полезные штуки. Дверь, которая открывается наружу, доставила бы много хлопот тем, можно воспользоваться всеми этими удобствами. Вдобавок, вы можете себе представить, как трудно было бы пробраться по коридору в экстренном случае. Двери уборной не должны мешать или блокировать движение во время эвакуации. Еще одна причина ставить в уборных двери, открывающиеся внутрь, это безопасность. И замок, и петли таких дверей находятся внутри, поэтому никто не сможет закрыть вас. А еще открывающиеся внутрь двери помогают бороться с неприятными запахами, что не редкость для общественных туалетов. Дело в том, что когда вы открываете дверь в уборной, внутрь попадает свежий и приятный воздух. Он помогает рассеивать неприятные запахи. Если дверь открывается наружу, все происходит наоборот, дурно пахнущий воздух постоянно вырывается из уборной. Ох, гадость. Я думаю, вы не станете спорить с тем, что в уборной всем нам хочется немного уединения. Но если дверь открывается наружу, это предоставляет прохожим более четкий обзор на то, что происходит внутри, чем если бы дверь открывалась внутрь. А еще дверь, которая открывается внутрь, совсем не помешает, если вы хотите смыть что-то с рук. Так ее можно открыть плечом, не прикасаясь к ручке. Наконец, по моим наблюдениям, люди обычно куда больше спешат попасть в уборную, чем выйти из нее. Никогда не знаешь, вдруг те несколько секунд, которые сэкономят открывающийся внутрь дверь, спасут какого-нибудь беднягу от конфуза. Если вы понимаете, о чем я. Эй, смой за собой. Если сегодня вы узнали что-то новое, поставьте этому видео лайк и поделитесь с друзьями. А вот и другие ролики, которые могут вам понравиться. Просто нажмите слева или справа и помните, всегда оставайтесь на яркой стороне жизни!